ДСП Из двух ненужных обрезков плиты ДСП решил сделать подсветку на стенд. Сделав разметку, скрепил их шурупами, и плита выровнялась, так как стояла на улице и прогнулась дугой. Будущий светильник прогрунтовал кварцевой грунтовкой и наношу остатки травертина. Первый слой после нанесения прокалкивая валиком, чтобы создать какой-то рельеф. После полного высыхания второй слой наношу уже кисточкой методом торцевания. Привяленный материал приглаживаю шпателем. Так как и первый слой имеет свой объем, при приглаживании второго слоя материал сложно загладить в одну плоскость, и получается большое количество мелких углублений. После высыхания плоскость поверхности и особенно наружные углы проглажу наждачной бумагой. Удалив пыль и засверлив отверстия для крепления, грунтую поверхность не грунтовкой, а лаком, разбавленным водой на 40%. Даю материалу хорошо высохнуть. Мне захотелось оттонировать углубления. Для этого использую воск для декоративной штукатурки и колерую его серым цветом. Воск наношу валиком и с верхушек снимаю резиновым скребком. Таким образом, тонированный воск остается только в углублениях. Чтобы поверхность была более стойкая, можно было делать влажную уборку, покрывая ее лаком с добавлением глиттера. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Осталось смонтировать светодиодную ленту и можно устанавливать светильник. Сейчас очень хорошо видно структура светильника и потолка. Очень похожи друг на друга. Для удобства пользования подсветкой на стендах я подключил старый пульт дистанционного управления. На недельку до второго я уеду в Комарова. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА